Госуслуги позволят апитурентам подать документы в ВУЗ без личного посещения приемных комиссий. В Институте управления экономики и финансов прошел турнир игры «Что, где, когда». В Казанском федеральном университете отметили 61 год со дня первого полета человека в космос. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ильяна Расланова. В Казанском федеральном университете проходит ежегодный конкурс на лучшую научную работу студентов ВУЗа, организатором которого является Управление научно-исследовательской деятельности. Он проводится по трем направлениям – естественно-научному, инженерно-техническому и социально-гуманитарному – в три этапа. Онлайн-сервис Госуслуги позволит апитурентам подать документы ВУЗа без личного посещения приемных комиссий, бумажных заявлений и очередей. В 2020 году правительство Российской Федерации запустило для абитуриентов суперсервис поступления ВУЗ-онлайн. Это был пилотный запуск, поэтому разработчики внимательно следили за всеми этапами. 1 апреля 2022 года Миноборнауки и Минцифры доработали сервис поступления ВУЗ-онлайн, действующий на портале Госуслуг. В нем появилась новая функция – подача документов на все программы высшего образования, включая прием на платные места. Поступление в ВУЗ-онлайн стало возможным в 2020 году в связи с пандемией. Благодаря порталу Госуслуг эта возможность осталась и в нынешнем году. Как можно подать? Ну, собственно, зарегистрироваться на портале Госуслуг, выбрать сервис, подать документы, выбрать наш ВУЗ и выбрать направление, в которое вы хотите поступить. Есть процедура относительно других треков, несколько упрощенная, относительно личных кабинетов самого ВУЗа, либо через личную подачу. Потому что сервис Госуслуг, по сути, агрегирует все ваши данные, все данные абитуриента, которые уже есть. Сервис поступления ВУЗ-онлайн включает несколько основных функций. Он предоставляет абитуриентам возможность выбора ВУЗа для поступления и отправки заявления о зачислении. К нему нужно приложить перечень требуемых документов, пересылка которых тоже осуществляется через Госуслуги. При необходимости можно внести изменения в это заявление. Суперсервис также открывает доступ к конкурсным спискам, чтобы абитуриент мог в режиме онлайн отслеживать свое место в них и оценивать свои шансы на поступление в то или иное учебное заведение. Если же ВУЗ устраивает дополнительные вступительные испытания, сервис поступления в ВУЗ-онлайн оповестит об этом с указанием даты и места их проведения. В целом в Казанский федеральный университет в прошлом году было принято 156 тысяч заявлений. Эти заявления подали 34 тысячи абитуриентов. Из них более 13 тысяч заявлений было подано через портал Госуслуг. И через этот трек, поступление через портал Госуслуг в прошлом году прошло приблизительно около 1000 абитуриентов. При желании документы можно подать напрямую в ВУЗ, на его сайте, по почте или лично. Личная подача возможна в тех регионах России, где это позволяет эпидемиологическая обстановка. Заявления через Госуслуги начнут поступать одновременно с открытием дверей приемной кампании с 20 июня во всех форматах. Виктория Казанская, Евгений Алмазов, Универньюз. День космонавтики пояснен незначимый праздник для всех жителей России. Ведь именно советский человек стал первым, кто освоил космос. В Казанском федеральном университете отметили 61 год со дня первого полета человека в космос. 12 апреля в астрономической обсерватории имени Энгельгарта Казанского федерального университета прошли мероприятия, посвященные Дню космонавтики. Программа мероприятия была насыщена интересными выставками, обзорными экскурсиями и научно-популярными лекциями. Также, помимо образовательных и развивающихся составляющих на территории планетарии обсерватории, можно было посмотреть тематические фильмы и понаблюдать в телескоп. Данное мероприятие мы проводим каждый год. Даже иногда по три дня подряд проводили. И это мероприятие посвящено, конечно, важнейшему событию не только России, не только Советского Союза бывшего, а всей, в общем-то, цивилизации, которая живет на Земле. Это полет первого космонавта в космос. Каждый год усилиями сотрудников астрономической обсерватории проводятся специальные мероприятия, посвященные Дню космонавтики. И этот день в этом году не исключение. Более того, после вот этих двух лет ковида, ограничений, связанных со всеми эти ковидными ограничениями, у нас, наконец, полные экскурсии, полный поток и организованные, и неорганизованные. Особое значение Казанский федеральный университет в День космонавтики отдал подрастающему поколению их творчеству. В административном здании обсерватории была продемонстрирована выставка «Удивительный мир космоса». На ней были представлены работы участников конкурса детско-юношеского творчества, который был организован дирекцией музеев совместно с Институтом физики Казанского федерального университета. Ребята со всей России показали свои умения в четырех номинациях. Художественный рисунок, плакат, модель или макет и литературное стихотворение. Также исполняющий обязанности ректора Дмитрия Таюрский рассказал ребятам о космосе и вручил дипломы победителям и призерам. Самое первое место, что сделала лучшую модель макет, это Краснобаева Лиза. В декабре прошлого года был создан музей астрономической обсерватории имени Энгельгарта. И сегодня, к 12 апреля, этим музеем был организован конкурс детских рисунков «Удивительный мир космоса». Празднование Дня космонавтики в Казанском федеральном университете ежегодное и всегда масштабное. О подвиге советского первооткрывателя с гордостью рассказывают всем желающим. Стоит отметить, что астрономическая обсерватория Казанского федерального университета включена в предварительный список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Делегация научно-технического центра «Газпромнефть» посетила Казанский федеральный университет. О целях визита и не только смотрите далее. Делегация научно-технического центра «Газпромнефть» посетила Казанский федеральный университет. Они ознакомились с новыми решениями и направлениями. Отдельно хотел бы отметить новую инициативу, это научно-образовательный центр, созданный между Газпромнефтью и Казанским федеральным университетом. В этом смысле мы как компания развиваем сеть таких центров. Уже более 250 ребят, по сути, продолжая или заканчивая свое обучение академическое, начинают по сути вовлекаться и уже готовиться к своей следующей ступени, карьерной переходу в отрасль. Напомним, в октябре 2021 года университеты компании заключили долгосрочный договор о реализации научно-исследовательской деятельности. В рамках него компания может гибко и быстро запускать проекты совместно с университетом, вовлекая любые инженерные и естественно научные компетенции вуза. Что касается направлений, которые для нас сейчас являются фокусом, ну, конечно, в первую очередь направления, связанные с разработкой новых месторождений. В первую очередь это месторождение ямальского кластера, куда компания развивается, а здесь направление работы в суровых климатических условиях, а это значит и новые направления металловедения, это направление удаленной эксплуатации месторождения, роботизация. Вот все эти направления мы активно сегодня обсуждали. Сотрудники компании «Газпромнефть» отметили высокий уровень непредлагаемых решений и практический опыт команд в реализации комплексных научно-технических задач для крупных отраслевых игроков. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс. 13 апреля в Институте управления экономикой и финансов прошел турнир игры «Что, где, когда». Как проходило мероприятие, узнаем в следующем сюжете. В рамках ежегодного фестиваля «Интеллектуальная весна» брейн-клуб Казанского федерального университета организовал турнир. В игре «Что, где, когда» приняли участие студенты разных институтов и курсов. Команды должны были отвечать на один и тот же вопрос, который задает ведущий, и написать ответ на специальном бланке. У участников была всего лишь одна минута, чтобы подумать над ответом и успеть его написать. Три тура по 12 вопросов. Определенной темы нет, вопросы все на разные темы, соответственно, вопросы на логику, эрудицию, немножко на знания. Но в целом участвуют команды и новичков, и опытных игроков. Кто-то участвует в каждом конкурсе «Интеллектуальной весны». Их уже прошло два, впереди еще два, то есть сегодня третий день фестиваля. Сегодня за звание «Лучший знаток» боролась 31 команда. Кто-то пришел соревноваться сегодня в первый раз, но также были и студенты, которые не раз выигрывали в «Интеллектуальной битве». Если я не ошибаюсь, есть ряд прям сильных конкурентов, но я думаю, мы попробуем. В любом случае, это какой-то опыт, победа. Победа здесь не главное, я думаю, главное – участие. Участники соревнования долго готовились к этой игре. Кто-то собирался в компании друзей и проводил мозговой штурм, а кто-то пересматривал что, где, когда и запоминал ответы на вопросы. Победители будут объявлены на церемонии награждений по итогам мероприятий фестиваля в мае. Ангелина Трынина, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Ильяна Расланова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok